Всем доброе утро! Смотрите, куда залезли. Какие-то работы. У нас тут вообще кругом одни работы. С Чарли негде погулять. Мы обычно вот там ходим, а там все перекрыли. Дом ремонтируют. Ну, наверное, в частной собственности. Смотрите, какой вид. Там у нас церковь. А тут собаки большие. Видела, бегают. Что, они одни? Видела же. Бежали куда-то. У нас сегодня, короче, вот так начинается. Вчера тоже так же начинался день. Но на сегодня вроде не передают дожди. А там фиг его знает. Ну, море спокойное. Так, небольшой шторм. Но это фигня. Везде апельсины валяются. Это туристы их срывают, думая, что они вкусные и сладкие. А они горькие и вообще не съедобные. Я уже много раз говорила, что я тоже так один раз попробовала. А он такой вообще отравил. Я, кстати, сегодня платье свое надела. Оно вчера высохло. И тепленько горлышко. Я люблю, чтобы мое горло было закрыто. Горло, второй, третий, пятый, десятый подбородок. Так что вот так вот. Сейчас иду работать. Поработаю. А потом пойдем с вами в новый магазин. Все-таки мне прям очень заинтересовало, что же за магазин такой, где все по полтора евро. Да еще и из Англии. Англия, Рейну Ниду. Или это Британия. Рейну Ниду. Надо покороче заняться этим вопросом. Потому что на Англию как-то Рейну Ниду, мне кажется, Британия. Смотрите, какой огромный апельсин. Офигеть. Он огромнейший. Кому-нибудь на голову свалится. И все, и пиши, пропала. Чарли, пойдем работать. В какое-то стополтотворение. Стополто... Ну, в общем, вы поняли. Машину негде оставить. Что, все в магазин, что ли, тут прутся? Ну, посмотрим, что тут и как. Народу столько все. Смотрите, сколько народу. Че, все, порой 50, что ли? Смотрите, такая штучка. А нет, 5 рублей. Обман уже с кругом. Обман. Еда есть. Еда есть. Одежда и очень много людей. Чемоданы. В общем, типа китайского, наверное, магазина. Смотрите, смотрите, все, люди прут, прут. Кстати, бутылка. Спортзал. Не помешала бы. Такая, например. А вот со льдом. А, нет, с лимоном, наверное, туда можно. Слушайте, сколько стоит? 3 евро. Мне кажется, недорого, да? Такая бутылочка. И она мне как раз поместится в это. Ну, ладно, пока посмотрим. А потом, это вот для спорта все. Тут всякие игрушки есть. А вот такие штуки тоже в это вкусняшки. 2 евро феррера шеи. Я не знаю, дорого, это дешево. Конфетки. Я конфетами как бы не увлекаюсь. Ой, вот это вкусные такие. 3 евро. Бокалы по евро 50. Там одежда. Так вот, всего много машинки. В общем, что, всего много баунс. Так, люблю баунс. Я веселиться люблю. А, это вот химия, смотрите. Химия. Так. В таких мешках стирать очень удобно. Люфчики или еще что-то. Я даже... Ой, мадры мои. Свитера стираю в них. Ну, естественно, большой пакетик. Химия. Так, пойдемте обратно. Что это все для этого? Канцелярские товары. Надежда. Пойдемте в одежду, посмотрим, что тут за одежда есть. Пока. Даже обувь. Люфчики, смотрите, какие. Труселя. Такие вот всякие. Ну, так, конечно, одежда не легкие. Пижамы по 10 евро. А вот, смотрите, какая интересная. Это... Я вот люблю хэбэшную всю одежду, в которой спать. 5 евро. Пижама вот 8. Симпатичные. Платишко, смотрите, какое. 14 или 13 евро. 13 евро. Ну, прям, конечно, синтетика-синтетика. Но все же. Это я. Так, что тут еще? Свитерочки разные. О, пожалуйста. Даже польта есть. Типа а-ля дубленка. 10 евро всего. Представляете? Дешевая, сердито. Да. Ну, так вот вам сейчас, если что, увижу, интересно. Смотрите, вишневая пепси. Не малиновая, вишневая. Они никогда такой не видели. Вы когда-нибудь пробовали малиновая пепси? Офигеть. Тут какие-то вот напитки тоже интересные. Такие никогда не пробовала. Ой, это, смотрите, черная смородина и яблоко. Наверное, какой-нибудь приходит. Я сухофрукты взяла. Дома вам покажу. А вот молочные коктейли какие-то тоже интересные. Такие я это когда не пробовала. Слушайте, ну вот это вот без газа, наверное, надо посмотреть, почитать и приобрести какой-нибудь, попробовать. Смотрите, снег стоит. Четвертый день, по-моему. Так долго он никогда там на этой горе не стоял. В общем, кое-что приобрела. Сейчас вам покажу. Я не знаю, дорого, дешево. Я так как за ценами особо не слежу. Смотри, бы моя. Не в Lidl надо еще на минуточку забежать. В общем, за ценами особо не слежу. Поэтому вы напишите. Дорого, дешево. Сейчас вообще что покажу, что я купила. Ну, вообще, я туда хочу в понедельник сходить. Все, ару, бейнг, валя, метика. Вот, чтобы уже, знаете, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой все посмотреть. Потому что что-то я пробежалась. Потом, кажется, стояла, там такая очередина в тревелюшке. И то это хотела посмотреть, то то там для собак есть. В общем, ни половины не посмотрела. В понедельник приду, посмотрю. В общем, выглянуло солнышко. И на улице вообще тепло. Шикардос открыла даже вот эту вот шторочку. Потому что на улице теплее, чем дома. Ну, это обычная история у нас в испанских домах зимних. В общем, что я купила в этом каком-то странном магазине. Не знаю, может быть, вы слышали о таком Альянс, что ли он называется. Или кто-то его знает. В общем, я там купила себе вкусняшки. И это, сейчас вам свет включу, манго сушеная. Это все по рубль 50 было. Это абрикос сушеный, курага. И вот такая вкусняшка, микс тропический. Тоже рубль 50. Кто мне чек делал? Чек у меня, по-моему, в пакете. Пакет уже собрал. Сейчас, сейчас. Ой, хотела поставить суп разогреваться, забыла. Сейчас поставлю. Не, не поставлю, на плите разогрею. Ай, вот магазин называется Диалис. Кстати, там очень много было иностранцев, которые говорили, как моя бабушка говорила, не на нашем. Не на нашем. Так, почем они? А тут почти все по рубль 50. Ой, да не почти, а все по рубль 50. Смотрите, какие цены. Правда, что все по рубль 50. А что я чек тогда достала? В общем, друзья, по рубль 50 все. Вот это мне вместо конфет. Мне на кассе такая девушка говорит. У нас дублерон. Дублерон, по-моему, шоколадка называется. По евро. Будете? Нет, спасибо. Я манго сушеное поем. В общем, да. Вместо шоколадки. Мусорные пакеты у меня закончились. Не помню, почем в Меркадоне. Вообще, плохая мысль, что я не сравниваю цены. Ну, потому что я вообще не в курсе цен. Да. Пять копеек там выше, пять копеек ниже там. Встретила русскую девочку. В Лидоле уже. И что-то с ней заговорили. Что типа, вот смотри, новый магазин открыли. И это. И она говорит. Там, говорит, чистящие средства дешевле. Корм для собак дешевле. Для животных дешевле. В общем, да. В понедельник пойду. Все разведаю. Все, как говорится, посмотрю повнимательнее. Мышки вкусно пахнут, кстати. Тоже рубль пятьдесят. Взяла. Вот смотрите. Это, походу, сироп такой. Яблочно-черно-смородиновый. И тут написано, что, вот видите, одна часть Робинсон какой-то. Робинсон и четыре части воды. То есть, это сироп. Это нужно разбавлять водой. Мне кажется, очень даже зашибись и калорий мало. Классно же. Пять калорий. Мне кажется, это очень... Только если это с сахарозаменителем, то не очень хорошо. Так. Калорий. Да, с сахарозаменителем. Ну ладно, если им не перебарщивать, то мой желудок это выдержит. Вы, наверное, знаете, что с сахарозаменителем у меня желудок... Желудок не это, не того. Не любит он его. А это уже не надо разбавливать водой. Здесь 35% фруктового сока. Здесь уже калорий побольше. 19 килокалорий. Ну, не знаю. Вместо сока. Ну вот, это все, что я взяла в этом магазине. Много всего. Много можно было полазить. Говорю, стояла на кассе. И то увидела, и все увидела, что не посмотрела. Ну, везде народ толпится. Я не люблю, когда народ толпится. Все друг на дружке. Я говорю, сейчас этот бум пройдет. Как бы он потом не закрылся, этот магазин вообще. Потому что, знаете, это уже третий магазин, который открывается в этом месте. Не знаю. Там что только не было. И обувь, и все на свете. А в Lidl купила. Вообще в Lidl ездила за вот эти. Kinder Surprise. А для чего он мне нужен? Следите за моими влогами. И все обязательно узнайте. Ой, у нас с вами пирог есть. Чокуфлан. Сейчас посмотрим. В общем, яйцо нужно. Для чего увидите буквально в субботу. Так. Вот эти грибы. Суки. Суки. Суки от ругательств. Суки. Суки. Твои. Суки. Как-то суки называются. Не знаю. Посмотрим. Внимательно. Очень вкусные. Напоминаю, это опята. Один раз покупала. Вообще шикардосные. Я их со скидкой брала. Вот. Клюнула на скидку. Потому что они довольно-таки дорогие. А. Чемехи. Или семехи. А я их суками назвала. Тебе, пожалуйста. В общем, один стоит рубль 39. Но там всего 150 грамм, по-моему. Да, 150 грамм этих сук. Вот. И вот такой вот тоже с предложением было. Так. А нет. Это этикетка. В общем, до 26-го. А сегодня 23-е. Могли бы уже и это. Со скидкой сделать. А, ну так она и была со скидкой. Хи-хи-хи. В общем, евро 95 стоит 400 грамм. Евро 95 400 грамм. Мне нравится. Видите, двухцветное мясо. Но это мужу. Вот. На завтра или на послезавтра посмотрим. А, ну и хлеб тоже ему. Масло было. Вот такие покупки в новом магазине. Сейчас будем пробовать вот этот вот напиток. Какой же попробовать сначала? Даже не знаю. И то, и другое. Вкусно, потому что обожаю черную смородину. Напиток из черной смородины. Это мое все. А тут хотя бы все фрукты. Смотрите. Наверное, вот этот попробую. Так. Что делаем? Ой. Кто-то звонит. Это, наверное, старая компания. Потому что сегодня наши телефоны переходят на другую компанию. И вот они мне там... Даже как-то обидно. Они такие, типа, ты уходишь. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. С пирогом. Чоку-флан. Ножичком. Вот так шкрябаем. Шкрябаем, шкрябаем. Накрыла. Такой штучкой. И переворачиваем, друзья. Переворачиваем. Это должно все хорошенечко отойти. По идее. А там посмотрим. О-о-о. Это чудо. Что-то у меня немного развалился. Что-то у меня немного развалился. Так не должно быть. Но все же. Может быть, яиц мало или что? Чарли, ничего не ем. Вот абсолютно ничего не ем. Не проси даже. Вот так все это выглядит. Почему-то жидковат. Наверное, может быть, надо было яйца добавить. Опять твое 25. Попрошайка. Но на вкус это никак не влияет. Ням-ням. Видите, весь бисквит осел. Пробую для... Конечно, сладкая переда. Нежный флан. Бисквит вкусный. Такая вкусняшка. Всем советую. Очень вкусно. Правда-правда. Но пока супчик. В общем, я кое-что делаю на субботу. И для этого кое-что мне нужно было 4 желтка. Я не люблю выбрасывать еду, скажем так. 4 белка я превращу в безель. Никогда не делала в духовке, чтобы их засушить. Попробую. В общем, вот у меня тут 4 белка. Сейчас буду химичить. Духовка уже остывает. Потому что она была разогретая. Вот. Посмотрим потом, что получится из этого. Как только на улице выглядывает солнце, сразу становится тепло и хорошо. И мы вышли погулять. За сколько? Первый раз, наверное, на этой неделе. Безешки мои остались в духовке. Им еще полчаса надо сушиться. Не знаю, потом приду, посмотрю. У меня еще осталось там на парте. У меня духовка маленькая, поэтому помещается туда немного. В общем, посмотрим, что получится, не получится. Само интересно. Пока гуляем. Чарли в любимом парке с любимым другом. Чистый. Вот так они играются. Это такая игра у него. Фоткают. Так что, смотрите, везде лужи. В субботу, блин, опять дождик. Самый рабочий день и дождь. Обещают. Ничего не поделаешь. У погоды нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Что-то я сегодня даже как-то и не отдохнула. Что-то даже и сериал никакой не посмотрела вообще. Что-то готовила, готовила. Что-то туда-сюда и никуда. Вот так вот. Ну, теперь уже до 9, до полдесятого. А там уже и полежим. В общем, с безе у меня что-то не то. Беда какая-то. Может, и получаются, не знаю. Вкусные. Я на них наехать хотела. Потому что они первый раз у меня не получились. Какие-то там температуры, видимо, мало выставила. А эти довольно-таки вкусные. Сейчас пойду мужа угощу. Вот что скажет. В общем, сказал. Еще хочет. Офигенно вкусные. Какие-то там? Говорит, какие вкусные в этот раз. А я их первый раз делаю в жизни. Все, друзья. Я сегодня забыла сланцы в спортзал. Поэтому пришлось дома в душах сходить. Потная такая. Не люблю выходить из спортзала. Причем можно запросто заболеть. В общем, ну, ничего не поделаешь. Разутые я тоже там не собиралась ходить. Мало ли, какие-нибудь всякие грибки, бактерии. Нафиг они мне надо. Вот. Так что приняла душик дома. Завтра последний день из спортзала. Завтра пятница. В субботу. Вы не забыли? У нас кое-что намечается. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Спасибо вам за ваши комментарии. Что пишете. Так у нас идет какое-никакое общение. В общем, я устала. Я не знаю, прям устала-устала сильно. Пойду я отдыхать, монтировать. В общем, встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok